Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У моего мужа есть любовница, и встреча произошла в августе прошлого года. Она из другой страны и приезжала по работе в компанию, где работает мой муж. Смотрите, Инна, здесь интересным моментом является то, как вы аплодировали на любовницу. Ну, я бы сказал, если описывать эту реакцию как-то вот образно, я бы сказал, что эта реакция как будто бы из позиции НАТО. Такая, знаете, покровительственная немножечко получилась у нас, как будто бы реакция на появление любовницы. И, понимаете, здесь у меня вопросы к вам. Это подавление ваших чувств и нежелание казаться слабой, испытывающей боль. Вот. Это отсутствие чувств к мужу, в конце концов, как-никак, 20 лет. Это большой достаточно срок. Вот. Это... Игнорирование какого-то личностного аспекта. Потому что, там, опять же, за 20 лет люди, ну, каждый человек, измениться может довольно сильно, да. И, в принципе, то, что у вашего мужа могли измениться какие-то взгляды, измениться какие-то, ну, приоритеты, да, измениться вообще всё. Ну, вот. Этого нельзя исключать. Вы же, реагируете на, вот, ну, на любовницу его, как будто бы, вот, знаете, ну, я бы сказал, как на что-то обособлено от, ну, личности вашего мужа. Если это так, то это явно путь не самый конструктивный, вот, потому что, в первую очередь, если вы хотите сохранить отношения с мужем, да, вот, то нужно встать на путь понимания человека. Другой вопрос, что на данный момент сделать вы этого, скорее всего, не можете. Из-за естественной травмирующей реакции на появление третьего лица. Поэтому, тут мне видится ключевое направление такое, что мы либо признаём, что вам больно, и вы пытаетесь от этой боли убежать вот в то, что вы делаете, в рационализацию, в планирование и так далее. Либо мы представляём, что ваш муж как личность и как мужчина вас больше особенно не интересует так, ну, так сильно. И эмоционально появление у него любовницы, ну, не вызывает у вас какой-то всплеск. Да, вы хотите жить с ним вместе, да, вы хотите жить в этой квартире, да, вы хотите, ну, обеспечить себе, скажем так, какую-то жизнь, да, какое-то будущее. Вы не хотите это всё ручить, это всё ломать, это правда, это справедливо, это адекватно. Но, в таком случае разговор переходит совсем в другую плоскость, не в ту плоскость, которую вы описываете. Получается, что некое стратегическое, некое такое рациональное поведение смешивается с психоэмоциональным, с психологическими, скажем так, потребностями человека. И вот смешивать это тоже, пожалуй, не лучшая идея. Дальше, вы говорите, что их встреча произошла в августе прошлого года, она из другой страны и приезжала по работе. Далее, вы пишете, что мужа после этого не узнаётся. Вот вам уже коллега мой сказал, что появление любовницы – это следствие проблем. И, соответственно, в первую очередь, наверное, нужно сделать анализ в вашей совместной жизни и подтвердить или опровергнуть факт наличия вашего родительского поведения по отношению к мужу. Да, и, ну, вот, что называется, отсутствие горизонтальной коммуникации, когда люди общаются как бы не на равных, а из позиции над или позиции снизу. Вот. Я повторюсь, вы факт появления любовницы представляете, как что-то само, ну, ну, как что-то просто такое вот случайное, да, обособленное и так далее. Называется её любимой женщиной, она была замужем, но уже подала на развод, и мой миллионок тоже очень хочет повторить её действия. Ну, видимо, опять же, здесь человек демонстрирует, что потребность в наполненности психоэмоциональной связью с кем-то. Значит, можно предположить, что у вас этой психоэмоциональной связи не было. Вот. При любой возможности летит к ней, видит не исключительно хорошие, и заявляет мне, что у них это будет всё просто отлично, и как он её уважает. Смотрите. Здесь идеализация происходит, конечно же, конечно же. Вот. Но. Идеализация не в том ключе, в котором вы видите. То есть, то есть, идеализация здесь происходит в целом. некого такого женского образа, который чем-то привлекает вашего мужа по причине того, что он не получает в отношениях с вами. Вот. Так что да. Идеализация присутствует. Это правда. Тут может быть увеличивание, страсть и так далее, но может быть и что-то другое. Что-то более глубокое. На мой вопрос, за что её уважают? Что мужа предала на счёт? Раз, научит. А почему вы считаете, что это предательство мужа? Ну, допустим, женщины прошли чувство к своему супругу. Она не хочет с ним больше быть и хочет с ним развестись. Какое же это предательство? А может быть вы неправильно выразились, но получается так, что для вас развод есть предательство. Если так, то это, ну, явно не очень близко к правде. Вот если бы ваш муж, да, скрывал от вас любовницу и делал вид, что всё хорошо, что вы самая любимая для него, вот, а на самом деле встречался с другой женщиной, если бы, вот если бы та женщина также делала вид, что всё хорошо и говорила своему мужу о том, что он её самый любимый, а при этом встречалась с вашим мужем, не разводясь при этом. Вот это вот больше похоже на предательство, хотя и здесь тоже есть нюансы. Вот, поэтому тут я бы сказал, что вы демонстрируете некую такую догматичность в вопросах взаимодействия между людьми. Грубит мне, обесценивает весь букет, который провокается в такой ситуации. Ну, попытка вас обесценить, обесценить очень похоже на высказывание недовольства лам и высказывание агрессии, которое в другое время подавлялось. Вот интересно, почему она подавлялась. То есть такое ощущение, что мы с вами какое-то время уже, я имею в виду до появления любовницы, не было доверия, не было искренности. Я его не выгоняю, говорю, что это наша квартира, и если ты уйдёшь, то это твоя ответственность. Честно говоря, опять же, ваша фраза, вот эта, она выглядит немножечко непонятно. Да, вы его не выгоняете, но не говорю, вопрос, почему? Из какого чувства? Об этом я говорил вначале. Второе. Вы говорите, если ты уйдёшь, это твоя ответственность. Ну, опять же, не совсем понятно, в каком, как бы, контексте вы об этом говорите. Что это за контекст? В ответ случае, моя квартира. Ну, это вопрос юридический по поводу квартиры. Тут, как бы, комментировать ничего психолог не может. Я думаю, что вам тут лучше обратиться к юристам, благо, на сайте они есть. Он хочет, чтобы я выехал из квартиры к моим родителям в другой город. Да, на дам будет приезжать недели на 2-3, на 2-3, пока не прояснится ситуация с её работой. Ну, вообще, если квартира была вами куплена в период брака, то это является общим имуществом, и мы имущество не имеет права требовать от вас, чтобы вы, как бы, выезжали. Если же квартира была куплена до заключения брака, и даже на ваши общие деньги, но тут всё равно определяется именно, вот, тем, на кого она оформлена. Вот. Как поступить грамотно? Что такое грамотно? Что для вас есть грамотно? Вот, давайте как-то раскроем этот момент, что такое грамотно? И как поступить, чтобы что? Конечно, я не собираюсь выезжать. Ну, опять же, повторюсь, что если квартира была куплена в период брака, то есть, когда вы уже были мужем и женой, да, вы в таком случае имеете полное право не выезжать. Если квартира была куплена до заключения брака, вот, то при условии, что она оформлена на вашего мужа, ваш муж может вас попросить уехать, и в данном случае закон будет на его, насколько я помню, стране. Я не собираюсь выезжать, я готова дать шанс нашим отношениям. Это очень интересно, потому что, ну, как бы, просто понимаете, как это звучит? Да, вот, вы описываете, описываете поведение своего мужа, который летит к своей новой женщине, да, который, значит, уважает ее, говорит, что все у него с ней будет хорошо, вот, который обесценивает вас, грубит и так далее, вот. И вы говорите, я готова дать шанс нашим отношениям. А, простите, а как этот шанс можно реализовать? Не очень, не очень понятно. Вот. Понимаете, на это надо время. Опять же, на что? Муж-то не хочет. Так, что мне сейчас ни в коем случае нельзя делать, чтобы не отпугнуть его и не вызвать чувства ненависти ко мне? Ну, вы уже это делаете, я пытаюсь обесценить его выбор, его женщину. Вот. Не уважайте его выбор, его решение. Не хочется терять квартиру, то есть в столярной продаже. Это юридический вопрос. Мы планировали жить не в старости, никто не знает, как случится в будущем, а поломать продаж туда быстрее и легче, чем начинать сначала. Это Брабо. Поэтому нужна консультация с юристом. Подскажите, пожалуйста, правильную стратегию, и заранее благодарю им на правильную стратегию и на для чего. Чтобы мужа вернуть, вам тогда нужно сделать анализ ваших отношений и менять свое поведение. Вот. Ведь новая женщина вполне может быть просто увлечение. Вот. А может и нет. То есть, этого никто не знает. 20 лет это большой срок. И понимаете, если в течение 20 лет у вас копился негатив друг к другу, например, или у него к вам, то я бы не сказал, что это будет прямо просто сделать. Вот. Ну, в смысле вернуть ваши отношения. Поэтому нужно разбираться и в первую очередь нужно понять, как вы относитесь к факту проявления любовницы. у него. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова